Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Торговая сессия понедельника оказалась довольно скучной на содержание экономического календаря и на целом новостной фон. Поэтому, друзья, мы продолжаем работать с теми триггерами, которые были получены еще на неделе прошлой. И они, кстати, действуют так, как нужно нам. Ну, если вы, конечно же, разделяете мою точку зрения относительно слабости индекса доллара и повышенного спроса на риск, что должно привести к укреплению позиции большого спектра рисковых активов. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 93.91. Параллельно смотрим на доходность американских облигаций. Всегда нужно анализировать в связке эти активы, потому что показатели доходности трежерис в целом отражают отношение участников рынка к перспективам ужесточения политики в США и повышения процентных ставок. Самая, пожалуй, актуальная и насущная тема на данный момент времени. Ну и, кроме того, если вы интересуетесь золотом, если вы по-прежнему гадаете и не можете принять решение купить его или продать, вы также должны смотреть на доходность американских трежерис, потому что это лакмусовая бумажка вообще отношения к рынку драгоценных металлов. В общем, друзья, доходность трежерис 1,47% снижается, и это явно доказывает то, что участники рынка становятся все менее оптимистичны относительно более ранних сроков повышения процентной ставки. Чем дальше будет ехать перспектива ужесточения монетарной политики в США через коррекцию процентных ставок, тем больше времени у нас будет, чтобы продавить доллар и заработать на росте рисковых инструментов. Последний отчет Non-Farm Perils, который в целом оказался неоднозначным, я ни в коем случае не могу назвать его хорошим. Наверное, так же, как и вы, если вы вместе со мной анализируете не просто средств статистики в рамках одного месяца, а смотрите на тенденцию, на то, что было раньше, то, что есть сейчас. 531 тысяча новых рабочих мест, это хорошо, если мы говорим о нормальных экономических условиях, но если говорить о тенденции необходимого восстановления американской экономики, этого мало. Ну, будем называть вещи своими именами. Фактическая цифра выше прогноза, значит, наверное, позитив. Но снижение доли экономически активного населения, продолжающийся рост инфляции, вот это уже опасения, которые лично меня настораживают. Ну, и в целом убеждаются в том, что, скорее всего, ФРС все правильно сделал, поскольку не стал анонсировать повышение процентных ставок. Напомню, что тот отчет по Non-Farm Perils, который мы получили, он не отменяет тот сценарий действий, который был озвучен недели назад американским регуляторам. А этот сценарий предполагает, что для регулятора сейчас крайне важно поддерживать стабильный экономический рост, добиваться более стремительного восстановления рынка труда, продолжая сохранять процентные ставки на тех уровнях, на которых они находятся сейчас. То есть, как мы помним, ФРС ясно дал понять, что не будет торопиться с повышением процентных ставок. И для меня это хороший сигнал, потенциально долгосрочный, того, что доллар явно остается перекупленным в текущих условиях и может снизиться. Еще одна важная новость – это принятие инфраструктурного проекта на 1 триллион долларов. Причем здесь такая двухзначная интерпретация. С одной стороны, еще 1 триллион долларов – это, опять же, и риски инфляции, и с этой стороны негативный фактор для доллара. С другой стороны, принятие инфраструктурного проекта – это может стать базой для ускорения темпов экономического восстановления американской экономики, ну и впоследствии, если эта тенденция станет распространяться по всей глобальной экономике и всей мировой тоже. То есть, это фактор повышенного спроса на риск, друзья, а не на защитный доллар. То есть, со всех сторон здесь также можно найти причины, по которым для доллара это больше все-таки негативный знак, нежели чем положительный. И еще один момент, который считаю, что нужно сейчас озвучить – это предстоящие, очень скорые потенциальные кадровые перестановки в рамках американского регулятора. На прошлой неделе президент США Джо Байден провел две встречи с действующим главой американского регулятора Джеромом Пауэллом и с Лайль Брейнард, которая сейчас рассматривается на позицию Джерома Пауэлла. И считается, что если все-таки Байден примет решение назначить ее главой американского регулятора после того, как истекут полномочия Пауэлла, то ФРС станет еще более осторожным в принятии решений, которые предполагают корректировку денежно-кредитной политики. Для доллара это тоже негативный сигнал. Мне кажется, что Лайль Брейнард реально может стать следующей главой американского регулятора, хотя бы потому, что она демократ, точно так же, как и Байден, как партия власти США. На контрасте с Джеромом Пауэллом, который, как вы помните, был назначен еще при Трампе и который разделяет иные политические взгляды, являясь республиканцем. Что касается золота, здесь ставка вверх, друзья. Так же, как и раньше, чем ниже доходность американских облигаций, тем выше будет золото. Цель до конца этой недели 1835, но если прям удастся повыше, забраться, будет еще лучше. Рынок нефти пока без изменений. 83.27. Саудия Рамка повысила отпускные цены на декабрь для всех партнеров на Арплайт сорта на 1,40 доллара за баррель. И повышение отпускных цен доказывает все-таки сохраняющийся высокий спрос. А если мы вспомним, что страны ОПЕК не стали менять уровень нефтедобычи, то, пожалуйста, снова выходим к тому, что к концу этого года все столкнутся с проблемой реального дефицита предложения. И заранее мы будем готовы использовать это, друзья, потому что смотрим на нефть вверх и ждем, что Brent и WT окажутся на более высоких ценовых значениях. Доллар-канадец на фоне снижения курса доллара, на фоне ожидания роста цен на нефть, также короткая позиция в приоритете. Что касается британской валюты 1.3567, здесь также я, как и ранее, жду пару выше. Я не выходил из длинных позиций, поскольку считаю, что перспектива ужесточения политики в Англии это мощный фундаментальный фактор, который будет влиять на настроение трейдеров. И сегодня в 18.00 состоится выступление главы Банка Англии Бейли, который точно может, либо напрямую, либо зайдя со стороны, прокомментировать перспективы изменения британской монетарной политики. Если будет сигнал, что в декабре все возможно в плане роста процентных ставок, то рост британской валюты продолжится и сегодня. Австралии спротив доллара ставка на лонг также актуальна. Американский фондовый рынок, кстати, напишите в комментариях, друзья, ждете ли вы 5000, либо вышли из актива, так же, как я, в районе 4700. Ну, вчера американский фондовый рынок подвели акции Тесла, которые просили на 3%. После вот этого опроса Маска в Твиттере относительно того, стоит ли ему продать 10% своих акций в этой компании. И биткоин 68145, как и ожидали, 70-75 тысяч уже не за горами, точно окажется этот актив там. Кстати, прогнозы по этому инструменту мне также интересны. Ваше мнение, то есть обязательно пишите, ждете ли вы этот актив в районе 75, а может быть даже и где-то в районе 100 тысяч. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.